МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, сначала коротко о погоде. Сегодня ожидается жаркий день. На территории Гоменской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 32 градуса выше нуля. Ветер северного направления скоростью до 4 метров в секунду. Белпочта запустила мобильное приложение, которое позволит клиентам пользоваться услугами в режиме онлайн. В нем можно отслеживать статусы сразу нескольких почтовых отправлений, а также сохранять список штрих-кодов. Это позволит одним кликом получать информацию по статусам каждого из отправлений. Еще с помощью приложения можно найти ближайшее отделение почтовой связи, узнать индекс нужного отделения и даже вызвать курьера. В выпусках передачи «Земля. Наша» творческая группа знакомит телезрителей жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая и неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Белорусский Трегомель» в 19.30. К другим интересным новостям. В Германии завершили испытания беспилотного летающего такси. Новая разработка предназначена для транспортировки пассажиров в пределах города. Летательному аппарату, который вмещает до 4 человек, не требуется пилот. Машину поднимают в воздух 4 практически бесшумных пропеллера. Такое такси может развивать скорость до 120 км в час, а одного заряда батареи хватит для того, чтобы преодолеть расстояние до 100 км. Разработчики считают, что перевозка пассажиров по городу при помощи такого летательного аппарата будет возможна уже в ближайшее время. Так что поживем – увидим. Вы точно его смотрели. Мультфильм «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых детских передач. Согласно исследованию международной компании Kids Global, он признан одним из лучших среди анимационных лент. По результатам опроса 60 тысяч человек более чем в 40 странах, стало понятно, что мультфильм «Маша и Медведь» особенно популярен среди детей в возрасте от 1 до 6 лет. Трое мужчин были найдены на необитаемом острове благодаря большой надписи на песке. Моряки на лодке отправились в путь протяженностью 43 км, но сбили с курса на целых 190 км от точки отправления и, конечно, израсходовали все топливо. Ждать помощи им пришлось на необитаемом острове. Для привлечения внимания спасателей мужчины сделали огромную надпись на песке. Именно ее и заметили пилоты вертолета. И уже через несколько дней заблудившиеся морские путешественники были на твердой земле. Далее немного о забавных ситуациях, главными героями которых стали братья наши меньшие. На этом видео тяжелое утро сурка. Зверек выбрался из домика, когда почувствовал жажду, но путь назад оказался для него довольно сложным. Неудивительно, ведь преодолеть высокий порог, засыпая на ходу, не так уж и просто. Подобравшись к входу в жилище, животное долго не могло сделать решающий шаг. Особенно забавно в этой ситуации выглядит мордочка грызуна, да и в целом его внешний вид. Наверняка многие узнают в этом сурке себя рано утром, например, в понедельник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хозяйка одного пса поделилась забавным снимком. Это был своего рода фотоотчет из ее комнаты, который многих привел в замешательство. Публикуя фотографию, девушка написала, что она минут 10 не могла найти свою собаку. В итоге справиться с задачей ей удалось. И проверить себя на внимательность она предложила другим пользователям соцсети. Но, судя по комментариям, найти бидля получилось не у каждого. Да, навыкам маскировки этой собаки позавидуют многие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Светлана Белова расскажет о том, как нотариус поможет договориться о вопросе воспитания детей. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как мы все знаем, не лишним будет напомнить, что детки нуждаются в заботе и внимании как со стороны мамы, так и со стороны папы. И, соответственно, значит, тот родитель, который проживает отдельно от детей, он имеет право общаться с детками, но при этом он обязан их содержать, принимать участие в их воспитании. Тот родитель, с которым дети проживают, соответственно, не имеет права препятствовать другому родителю в общении его с детьми. То есть 1 июля родители, которые никогда не были в браке, либо брак, которых расторгнут, имеют право заключить соглашение о детях. В данном соглашении можно решить все вопросы воспитания, проживания, содержания деток. Можно определить размер алиментов, выплачиваемых на детей. Можно определить порядок выезда детей из Республики Беларусь. Можно определить порядок проживания детей, порядок общения с ребенком отдельно проживающего родителя. Ну, для сравнения, до 1 июля такой возможности не было. То есть такая возможность была только у супругов при расторжении брака, соответственно, либо признание его недействительным, и только такое соглашение мог удостоверить суд. Поэтому, конечно, те лица, которые брак уже расторгли, либо которые никогда не были супругами, такой возможности не имели. Поэтому это новшество в законодательстве. И, соответственно, сейчас по этому вопросу можно обратиться к нотариусу. Хотелось бы обратить внимание, что этот договор, это соглашение носит личный характер, поэтому оформить его по доверенности нельзя. Для этого нужно будет обязательно присутствие обоих родителей лично. Хотелось бы обратить внимание телезрителей наших на то, что мирное решение вопросов. К этому всегда нужно стремиться. Поэтому очень целесообразно вопросы в отношении детей решать путем соглашения. То есть это разумно, это правильно. Ну и, соответственно, в этом вопросе сейчас вправе помочь нотариус. Также хочу обратить внимание на то, что сейчас имеется возможность, скажем так, заключения нескольких соглашений, в которых могут быть урегулированы вопросы о детях. То есть это брачный договор. Соответственно, это соглашение об уплате алиментов. И причем не только на несовершеннолетних детей, но и на нетрудоспособных совершеннолетних. А также соглашение о детях. Причем соглашение о детях можно заключить только в том случае, если до этого родители не обратились в суд и не решили эти вопросы в судебном решении, либо в уже заключенном ими брачном договоре, либо в соглашении об уплате алиментов. Поэтому никогда не стоит торопиться обращаться в суд. Всегда нужно пытаться договориться и прийти к нотариусу для того, чтобы он помог в решении данных вопросов. Как провести летнее время с пользой? Своими идеями на этот счет поделились гомельчане. Они дали немало дельных советов, рассказали о проверенных вариантах и, что важно, практически незатратных финансово видах досуга. Меня зовут Сергей. Я являюсь организатором проекта «Рух дворовых гульняв». И мы в летний период организуем летние фестивали по различным уличным видам спорта. Это прежде всего уличный футбол, это стритбол, это воркаут, это алтимат фрисби. Сейчас у нас проходят по понедельникам и вторникам летние футбольные фестивали, где могут принять участие ребята до 14 лет в понедельник и вторник 15 лет и старше. Любой возраст, любой пол. И у нас по четвергам у нас проходят воркаут-баттлы, по пятницам проходит летний также кубок по алтимат фрисби и суббота у нас проходит турнир по стритболу. Поэтому можно добавляться к нам в группу ВКонтакте, в нашу, там все правила, там все возможности участия и просто приходите, присоединяйтесь, будем играть, будет здорово. Как всегда, Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Михно. Желаю вам только хороших новостей. Не переключайтесь, с нами интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова